Добрый день. Мы начинаем наш первый вебинар, посвященный бренду Meeting Room App. Это система бронирования помещений от ведущего поставщика из Чехии. Меня зовут Илья и Михаил Офимович Усов. Добрый день. Генеральный директор компании «Эпиматика». Сегодня мы расскажем вам про этот продукт для бронирования переговорных комнат и конференц-залов. Немножко сначала общих суждений, статистики, в принципе, про важность и проблемы при бронировании переговорных комнат. Рост количества и вообще рынка переговорных комнат в мире составляет 8-10%. Даже во время пандемии, вообще в 2020 году, незаметно резкое падение, потому что в любом случае выросло количество онлайн-встреч, проводимых вебинаров, поэтому в любом случае помещения для проведения таких мероприятий людям требуются, поэтому рост не остановится. Другая статистика нам говорит, что 24% сотрудников офисов Москвы и Санкт-Петербурга заявляют о нехватке переговорных комнат, с одной стороны, но, с другой стороны, есть статистика про то, что до 40% всех бронирований, в принципе, в переговорных комнатах являются ложными. И то время или забронировали, не пришли, или случайно забронировали что-то, что не нужно было, на всякий случай забронировали две переговорные комнаты и так далее. С одной стороны, переговорных комнат не хватает, с другой стороны, почти половину времени они так или иначе остаются свободными, а при этом 20% опрошенных говорят о невозможности забронировать переговорку в течение недели вперед. Ну и вот в итоге получается такая, в чем-то парадоксальная ситуация, что с одной стороны помещения бронируются неэффективно и стоят полупустыми, с другой стороны, при реальной необходимости сотрудники не могут получить доступ в переговорную комнату. И таким образом эффективное заполнение помещений в российских компаниях, которые участвовали в сборе статистики, ну, конечно, мы не сами собирали эту информацию из открытых источников, не превышать 50%. И вот вопрос, как с этой проблемой бороться и что мы можем предложить. Я хотел бы даже еще добавить, что во время пандемии, несмотря на то, что многие сотрудники работают из дома или работают по графику, переходя по какому-то запланированному графику в офис, значение наличия возможности забронировать переговорную комнату повышается, потому что если уж сотрудник пришел на рабочее место, пришел в офис, то он должен иметь возможность выполнить то, что он запланировал. Если нужна переговорная комната, он должен получить недоступ. Собственно, для повышения эффективности бронирования переговорных комнат, расходования ресурсов компании, мы как раз предлагаем решение Meeting Room App. Это современная система бронирования конференц-залов, переговорок, как мы уже сказали, от разработчика из Чешской Республики, интеллектуальные технологии, которые позволяют более эффективно, более качественно управлять помещениями и, соответственно, увеличивать общую эффективность работы компании. Среди клиентов Meeting Room App можно найти уже многие известные европейские мировые бренды, ну, конечно, в первую очередь западные. Сейчас в России мы, пожалуй, в начале пути, но, я думаю, в ближайшее время тоже похвастаемся кейсами уже из российских компаний. Meeting Room App можно использовать в двух базовых вариантах, как облачное решение и как решение, развернутое на собственном сервере. То есть есть и такая, и такая возможность. От этого, конечно, отличаются лицензирование, программное обеспечение и цены. Про цены мы поговорим в заключительной части нашей презентации, так что не уходите, это будет там. Базовая информация, да, в том, что можно развернуть платформу как облачно, так и модель on-premise. Основные сценарии использования. Понятно, что программное обеспечение для бронирования помещений – это есть основная функция, основная задача его. Но если разобрать немножко более подробно, то это, во-первых, конечно, индикация статуса помещения, чтобы люди понимали, в принципе, можно ли его забронировать, что сейчас в нем происходит. Возможность быстрого бронирования помещения. Также бронирование по расписанию и удаленно. Поиск других свободных помещений в случае, если мы видим, что то, на которое мы изначально ориентировались, уже занято. И конференц-сервисы, такие как уборка, кейтеринг, IT-поддержка и так далее. Ну, конечно, это не все возможности, поговорим подробнее, но основные сценарии. Meeting Crew Maps синхронизируется с сервисами Google и сервисами Microsoft, в том числе с календарем Microsoft Outlook. Мы сейчас, наверное, подробно конкретно на этом моменте останавливаться не будем. У нас будут вебинары, посвященные именно этим вопросам, подробно рассказанные. Ближайшие уже завтра, 17 декабря, в 12.00 по московскому времени, расскажем про интеграцию Meeting Crew Maps с Microsoft Office 365, Outlook и Exchange. Так что, кому интересно, регистрируйтесь, подключайтесь. И чуть позже, тоже об этом будут анонсы новостей, конечно, проведем отдельный вебинар по интеграции Meeting Crew Maps с G Suite. Так что тоже ждем вас в качестве зрителей. Илья, мы можем сейчас у слушателей спросить, какие календарные системы они используют для статистики понимания? Кто использует Google, кто использует Office? Можно ли попросить написать в чате? Да, я думаю, конечно, да. Не будем, наверное, устраивать какой-то специальный опрос, но коллеги, напишите просто в чате, действительно, что из этого вам более интересно, каким системам вы пользуетесь, будет очень интересно почитать, посмотреть ваше мнение. Может быть, вы пользуетесь системами, даже которые мы здесь не перечисляли сейчас. Пока дальше по презентации. Пользовательский интерфейс приложения Meeting Crew Map полностью переведен на русский язык, и не только на русский, а на различной языке. Вы видите на экране это разнообразие. Ну, в том числе, кстати, и на украинский, например, если это будет важно для заказчиков Украины. Собственно, на сайте Meeting Crew Map вы можете осуществить быструю регистрацию, создав новый аккаунт или подключившись через существующий ваш аккаунт Microsoft или Google. И после подтверждения адреса электронной почты вы мгновенно получите доступ к 10-дневному реальному периоду для того, чтобы проверить, потестировать все возможности платформы. В личном кабинете он на английском языке, то есть сам личный кабинет не переведен на русский язык. То, что мы говорили выше, относится и к пользовательскому приложению. Основные пункты меню — это дашборд, собственно, календари, возможность управления и создания новых комнат, зданий, подключения девайсов, выбор различных тем оформления и использования приложения. Специальная медиатека, куда можно загружать свои файлы для кастомизации, о чем скажем на следующих слайдах. Ну и, конечно, отчеты. Это тоже важный раздел, но сейчас по порядку обо всем поговорим. Начнем с пользовательского интерфейса. Что мы получаем при первом включении Meeting Crew Map и как нам, собственно, подключить девайс при первом подключении. Соответственно, мы проводим сопряжение с помощью специального уникального токена. Здесь проблем сложности, я думаю, у заказчиков не возникает. Все интуитивно понятно и достаточно просто. Да, токен, который вы видите на экране устройства, своего персонального нужно ввести на сервере в личном кабинете и нажать кнопочку «Провести сопряжение». Сначала в сервере сохраняется, потом нажимается эта кнопка «Провести сопряжение на планшете» и устройство подключается к облачному серверу. После этого мы, соответственно, получаем доступ уже к использованию приложения на устройстве в вертикальном или в горизонтальном отображении. Понятное дело, что, соответственно, планшет можно переворачивать так, как нужно при каждой конкретной задаче. На предыдущих слайдах вы видели устройство без какой-то специальной кастомизации, но, конечно, нам можно и нужно проводить специальную кастомизацию интерфейса, и каждый заказчик может это сделать по своим задачам, по своим потребностям. То есть, во-первых, можно заменить логотип в верхней части экрана. Вот, как видите на изображении, на верхней картинке есть логотип IP-матика, на нижней стандартный логотип, собственно, Meeting Room App, который можно заменить. Можно поменять фон, который отображается на заднем плане. Вот, собственно, сверху, как раз вы видите, фирменные кружки из логотипа компании IP-матика. Но нельзя поменять логотип производителя в правом нижнем углу. Ну, там, собственно, в любом случае будет отображаться логотип Meeting Room App, что тоже в целом понятно, и это мы не поменяем. Можно использовать два базовых типа оформления – светлое и темное. Все больше и больше компании уделяют внимание дизайну своих офисов, тому, насколько все красиво и соответствуют друг другу в офисе, в том числе, конечно, и планшеты из системы бронирования тоже должны удовлетворять общей тематике, общей теме. Ну, вот, например, как вы видите на слайде, если компания имеет некую такую океаническую направленность, то, соответственно, и выбор оформления можем взять светлой, поставить на заставку волны, чтобы все было красиво и соответствовало общей теме. При этом, в зависимости от деятельности компании и от тематики, которой она занимается, конечно, можно выбрать и, во-первых, название переговорных комнат. То есть, вы видите, если, например, подразделение расположено в том же Нью-Йорке, то можно назвать переговорную комнату «Пятый авеню», к примеру. Если компания занимается продажей велосипедов и каких-то велосипедных туров, то это ничто не мешает назвать переговорной комнатой, например, «Тур де Франс» какими-то другими названиями по теме. Выделить какое-то конкретное событие в жизни компании или даже какого-то конкретного человека. Ну, вот, например, если в переговорной комнате проводятся тренинги, допустим, или обучение какого-то конкретного тренера, то и переговорную комнату можно назвать в ее честь, но и вот даже, собственно, на фон поставить изображение. Так что здесь в этом плане возможности для креатива не ограничены, и компания любит, когда в том числе и сами сотрудники подключаются к выбору названия переговорных комнат, к кастомизации, к оформлению, что в том числе может повысить интерес сотрудников к потом к эффективному использованию всех этих ресурсов. Да, я бы хотел еще добавить, что в основном все компании очень много внимания уделяют корпоративному стилю своему, чтобы все у них было оформлено в корпоративном стиле, соответствовало ему там, и, соответственно, почему так же не делать и с планшетами. Планшеты – это ставить на переговорные комнаты при входе в переговорную комнату, куда приходят гости различные, посетители, и, конечно же, интерфейс планшетов должен также быть оформлен в соответствии с корпоративным стилем. Рассказали немножко про светлое оформление, но также, возможно, и темная тема в случае другого дизайна офиса, использования планшетов черного цвета. Само приложение также можно легко буквально в несколько кликов подстроить под такой дизайн. Не менее важный вопрос – это возможность использования Emoji и поддержка использования Emoji в интерфейсе приложения, как в названиях переговорных комнат, так и названию встреч, что может немножко и разряжать офисную рутину, добавлять позитивных эмоций, может быть, помогать сотрудникам как-то расслабиться, но и в том числе повысить, опять же, вовлеченность во все эти процессы. Говоря про кастомизацию, вот это, собственно, скриншот именно из личного кабинета, поэтому на английском языке. Но здесь хочу обратить внимание на большое количество возможностей, которые есть для кастомизации, то есть даже не только те, про которые мы сказали, такие как выбор светлой темной темы, возможность загрузки медиабиблиотеку, логотипов и картинок на фон, но также выбор цветов, градиентов и более тонкие настройки кастомизации. Я бы хотел еще добавить, что использование кастомизации достаточно просто, если его нужно применить к большому количеству планшетов. Если у вас нет индивидуального оформления для каждого отдельной планшеты или для каждой отдельной переговорной комнаты, у вас в едином корпоративном стиле должны быть оформлены все интерфейсы на планшетах для всех переговорных комнат, то это очень просто сделать, тогда сохраняется в личном кабинете как шаблон основная тема, которую вы создали, и потом просто тема выбирается для последующих планшетов, и, соответственно, не надо для отдельно каждого это создавать, он будет автоматически выбирать уже созданный шаблон. Да, и теперь давайте перейдем, собственно, к функциям системы. Подробнее как раз про те сценарии использования, про которые мы, в общем, рассказали выше. Первый, наверное, самое важное – индикация статуса помещения. Существует три статуса – свободно, ожидает подтверждение начала мероприятия и занято. Сразу, наверное, оговоримся, что средний вариант ожидания подтверждения можно дезактивировать и не использовать его, но тут, опять же, уже по желанию заказчика тому, как удобнее и эффективнее будет пользоваться митингрумэп. Я бы даже хотел сказать не дезактивировать, а активировать, потому что по умолчанию этот режим будет отключен, и если он вам нужен, вам нужно будет в личном кабинете включить этот режим. Ну, соответственно, да, по умолчанию цвета мы используем зеленый, желтый, красный, что, наверное, во всех наших странах, да и вообще по всему миру, имеет достаточно однозначную трактовку. Ну, здесь поступил уже вопрос, и я предлагаю на него сразу ответить. Возможно, человек немножко опоздал, спрашивает, интеграция с почтовыми системами есть, например, MS Exchange. Мы уже об этом говорили сегодня, что интеграция есть с Microsoft Office 365, с MS Exchange, с Google G Suite, и, соответственно, в ближайшее время у нас будут проходить вебинары, которые будут, такие уже практические технические вебинары, которые будут рассказывать о нюансах настройки работы с этими календарными системами. Смотрите наши новости, анонсы и регистрируйтесь на эти вебинары. Да, собственно, буквально сейчас можете зайти в раздел мероприятия на сайте opematica.ru и зарегистрироваться, но вот ближайший будет буквально завтра. Давайте по этим статусам пройдемся, ну, начнем с режима «Свободно». В этом режиме мы видим на экране большое количество различной информации, которое может быть полезно для сотрудников. Ну, во-первых, конечно, название помещения, того, где установлен планшет, перед которым он установлен. По меню слева сверху можно запросить конференц-сервисы, сразу же даже в режиме «Свободно». Мы видим текущее время и дату. Ну, собственно, еще раз статус помещения, не только цветом, но и, собственно, надписью это дублируется. По середине крупная кнопка, плюсик – это, собственно, создание бронирования с планшета, то есть непосредственно, находясь около помещения, можно это сделать буквально несколько кликов. Подпись к кнопке «Создание бронирования». Ну, вот вы видите надпись «Заброняют прямо сейчас». Справа отображается календарь со списком предстоящих событий. Ну, соответственно, там может быть, естественно, ни одно, ни два, а несколько событий. И справа сверху кнопка «Вызовы меню поиска свободного помещения», по которой можно будет посмотреть не только информацию по данному помещению, но и других, которые находятся в компании. Можно осуществить быстрое бронирование, ну, так называемое ad hoc, и зарезервировать помещение буквально двумя нажатиями на этом планшете. Быстрое бронирование происходит нажатием на одну из кнопок, и, соответственно, мы сразу заносим предполагаемое время бронирования и немедленно начинаем старт мероприятия. Ну, понятно, что если мы стоим около помещения, то с крайне большой долей вероятности нам оно нужно прямо сейчас, и мы хотим, собственно, начать встречу, начать митинг и забронировать помещение на какой-то определенный срок. Интерфейс сразу же переходит в этом случае в режим «Занято». И все уже будут видеть и, собственно, перед помещением, и в календаре, что в данный момент переговорка уже занята. То есть каких-то двойных бронирований, пересечений в этом плане получиться не может. Ну, я хотел бы еще добавить по этому интерфейсу. Здесь вы видите название этого бронирования, которое мы создаем быстрого бронирования с планшетом. Он здесь немножко не полностью помещается на экран. Но, опять же, это все настраивается в личном кабинете. Если вы даете право менять название события, то можно здесь же прямо на этом интерфейсе щелкнуть по названию бронированного планшета и его, если что, с названием по умолчанию применять на то, какое вам нужно. И, опять же, если у вас это разрешено в настройках в личном кабинете, можно сразу здесь добавить сюда участников, которые вам необходимо пригласить или которые вместе с вами сейчас стоят в перед входном помещении, будут участвовать в этом событии. Спасибо. Здесь мы, ну, может быть, более крупно, более наглядно, соответственно, видим интерфейс при быстром бронировании с планшета. У нас есть различные варианты быстрого выбора времени нам необходимого – 15-30 минут или, в данном случае, 32 минуты. Это происходит из-за того, что время автоматически подстраивается под следующее бронирование. То есть нельзя совершить накладку и сделать бронирование больше, чем оно возможно физически, исходя из дальнейшего расписания. Если весь день дальше свободен, то, соответственно, можно забронировать и на 60 минут. Ну, собственно, да, то есть бронируя помещение, мы получаем возможность выбрать различное время. Здесь, наверное, можно добавить, что сейчас у вас есть три кнопочки выбора времени. Если же время становится 30 минут и меньше, останется только две кнопочки. Соответственно, будет уже не 30, а дальше время будет уменьшаться – 29-28 минут. Если же станет, да, вот как на этом слайде, если же станет меньше уже 15 и меньше минут, то останется только одна кнопка, которая позволит вам забронировать на оставшееся время для следующего бронирования. Да, как видите, на этом слайде действительно здесь уже всего две кнопки. Небольшое лирическое отступление я как раз хотел специально здесь сделать. Файлы именно логотипы лучше подгружать с прозрачным фоном. Как вы видите, здесь логотип компании Epimatic выделяется на белом фоне. Так что администратору системы, платформы действительно нужно несколько минут посидеть, вдумчиво подумать о том, как более красиво, более эргономично строить логотипы компании, какие-то элементы оформления, подобрать фон для планшетов, ну, для того, чтобы действительно все смотрелось красиво и привлекало внимание, и было приятно смотреть в том числе и на систему бронирования. В случае, если... Если в личном кабинете не активирован режим ожидания... Да, если не активирован режим ожидания, то, что мы как раз говорили на нескольких слайдах выше, который подсвечивается желтым светом, мы получаем обратный отчет. Соответственно, сколько времени останется до собрания, который включается за пять минут до начала. Ну, вот в данный момент мы видим, что до начала собрания осталось 3 минуты 33 секунды. Также в режиме интерфейса «Свободно» можно узнать как организатора, так и участников. Для этого нужно нажать на кнопку, которая появляется на экране, собственно, с иконкой «Человечка», для того, чтобы посмотреть, кто в данном собрании участвует и получить подробную информацию. Ну, на данном слайде показывается не просмотр участника, а как добавляется при создании бронирования быстрого, как добавляются участники. То есть мы нажимаем на «Человечек с плюсиком», и открывается интерфейс, куда мы добавляем именно организатора и участника. Ну, и здесь как раз редактирование, показано, как происходит редактирование названия бронирования по умолчанию. То есть бронирование планшета мы можем его поменять на какой-то другой. Да, ну, тут, наверное, все понятно. Перейдем дальше. Ну, и, соответственно, мы видим расписание помещения с обозначенными временными слотами. Ну, вот, как вы можете видеть на слайде, то, что время, которое занято, уже закрашено косой штриховкой, удобно и наглядно можно понять, когда помещение свободно, когда оно будет занято. Здесь я хотел бы еще обратить внимание, что предыдущие слайды нас показывали так называемый режим ad hoc или быстрое бронирование. Здесь уже показывается интерфейс, который отображает бронирование с планшета по расписанию. То есть когда нам нужно забронировать не прямо сейчас, с текущего момента, а мы хотим просто, стоя у планшета, сделать бронирование когда-то вперед. Это возможно даже в случае, если сейчас мы видим, что помещение занято, или нам нужно большее время, а время свободное у помещений сейчас не очень большое до следующего события. Поэтому с помощью этого интерфейса мы можем забронировать на сегодня, на более позднее время или на другой день. Глубина бронирования регулируется, опять же, в личном кабинете. Минимально это один день. Максимально можно настроить до 100 дней глубину бронирования. И, соответственно, в данном интерфейсе мы видим, что с правой части есть календарь, где мы можем выбрать какие-то дни, на которые мы хотим произвести бронирование. И эти календарные дни как раз определяются настройкой в личном кабинете. Дальше бронирование интересно еще тем, что здесь мы видите интервалы распределены временные на 30 минут, но когда вы выбираете старт, начало бронирования, дальше интервалы автоматически разобьются уже на 15 минут, и можно уже с градацией интервала 15 минут выбирать время нужное. Наверное, да, тут добавить и нечего. Пойдем дальше. Тот же интерфейс дать немножко более подробным описанием. Соответственно, мы видим на нем текущее название бронирования и вызов интерфейса для его редактирования, организаторов и участников мероприятия, опять же, занятые временные интервалы и свободные временные интервалы для бронирования. Собственно, Михаил Химович про это только что рассказал. И после совершения бронирования, вот в нижней части скриншота, в нижней части экрана вы видите уведомление о том, что событие было создано, и мы начинаем видеть его в правой части экрана, в отображении общего списка событий. За 15 минут до начала очередного события появляется выделенная желтая кнопка с галочкой «Подтвердить бронирование». Это, соответственно, обязательно нужно сделать в какой-то момент, чтобы подтвердить, что действительно вы пришли, бронирование не ложное. В случае, если вы этого не сделаете, то по наступлению 15-минутного тайм-аута опоздание бронирование автоматически снимется, и помещение станет свободным. Ну, то есть можно это сделать заранее или немножко позже, чем запланированное начало события. То есть никто не заставляет приходить и следить минуту в минуту жестко и строго. Тут, конечно, есть люфт. Опять же, обращаю внимание, что эта кнопочка подтверждения бронирования появится только в том случае, если у вас режим бронирования включен в личный кабинет. Выше мы показали на скриншоте, что происходит, когда не активирован режим ожидания. Нет, не совсем. Верхний интерфейс показывал, что происходит при активированном режиме ожидания, но за 15 минут до начала события, а за 10 минут до начала события уже экран переходит… Да, я имею в виду на несколько слайдов раньше, когда у нас был отчет 5 минут до начала события на зеленом фоне. Да, действительно, здесь мы видим за 10 минут до начала очередного события. Он переключается в желтый цвет, соответственно, в статус ожидания. Эта функция активируется в личном кабинете. В это время нужно подтвердить бронирование. Ну и, соответственно, также этот желтый статус ожидания продлится на 15 минут с момента запланированного начала события, в который также можно подтвердить свое бронирование. Я хотел бы еще обратить внимание, что вы видите на кружочке с галочкой, пошла шкала заполняться белым цветом. То есть это как раз шкала времени. И мы видим, что написано здесь, бронирование будет просрочено через 9 минут 55 секунд. И вот то, что еще белым не заполнено, это как раз соответствует 9 минутам 55 секунд. Когда все это время пройдет, шкала белая полностью заполнится. И вот еще, Илья, как ты думаешь, какой это цвет, оранжевый или желтый? Ты сказал, что желтый цвет. Да, часто бывают такие вопросы. Да, действительно, лично мне он кажется желтым, но, конечно, я никак не настаиваю на этом мнении. Опять же, можете написать в чат, будет интересно посмотреть, почитать ваше мнение насчет того, как бы вы этот цвет назвали. Но производитель, разработчик в личном кабинете называет это оранж. Все-таки оранжевый цвет. Да, перешли от оранжевого к красному к статусу занято. Потому что на вопрос чуть попозже до него дойдем. Сейчас закончим с текущим повествованием. После подтверждения бронирования, действительно, помещение переходит в статус занято, и, соответственно, устройство окрашивается уже в красный цвет. И мы видим на экране не только текущее время, но и, соответственно, время начала события и время его окончания. Исходя из этого, можем строить какие-то свои дальнейшие планы на то, чтобы тоже, может быть, забронировать это помещение потом. Здесь я хотел бы добавить, что на этом экране, на этом слайде показывается даже, что если вы подтвердили бронирование до начала события, то экран перейдет в красный режим, в красный цвет. Вы видите, что здесь текущее время показывается 16.14, а по расписанию начало события в 16.15. То есть в режим занято перешло сразу после подтверждения бронирования и до начала события в соответствии с расписанием. И отчет времени занято идет уже не от начала события, а от момента того, когда вы подтвердили. То есть к времени бронирования добавляются эти лишние минутки, насколько вы раньше подтвердили это событие. Ну да, наверное, повторяться не будем. Собственно, про работу в режиме ожидания мы рассказали, при неактивированном уличном кабинете режиме. Что мы еще можем сделать? Во-первых, мы переходим к рассказу об интерфейсе режима занято, и здесь уже сейчас расскажем, что здесь видно, и что мы можем посмотреть. Да, ну, во-первых, можем увидеть участников мероприятия, и, соответственно, нажав на кнопку снизу экрана, получим информацию, кто конкретно участвует в собрании, можно получить эту информацию, если, конечно, она не секретна в компании. Можем продлить текущее бронирование, нажав на кнопку «плюс», рядом, собственно, с текущим событием. На нужное время, опять же, будет возможность выбора времени, на которое нам нужно продлить наше собрание. Время это дается, опять же, в соответствии с тем, сколько есть свободного времени до следующего мероприятия. Да, конечно, накладки, да, опять же, здесь невозможно. То есть нельзя просто так перебить чужое собрание и сказать, что мы здесь остаемся. Ну, раз у нас образовалась пауза, давай, наверное, ответим на вопрос, который был до этого. Да, действительно, чтобы не забыть. Да, вопрос был, сколько устройств можно подключить к сервису или к серверу. Но на самом деле производитель никак не лимитирует количество устройств. Требования, если устанавливается локальный сервер, то требования к серверу технически очень небольшие. Устройств можно подключить много. Соответственно, главное ограничение, которое выдвигает сам разработчик, это количество лицензий. Мы об этом будем говорить, но сейчас уже сразу упомяну, что одна лицензия – это одно устройство. Соответственно, сколько у вас будет лицензий, и столько устройств вы сможете их подсоединить. Ограничения по количеству нет, но я не знаю, пока не было запросов на много тысяч устройств, чтобы достичь какого-то допущенного лимита. Возможно, он существует, но вендор его не объявляет. И да, еще один вопрос в чате. Существует ли регистрация сделок? Обращайтесь, конечно. Присылайте информацию по своим проектам. Все в этом плане будет хорошо. Вернемся, наверное, к изучению интерфейса. В данном случае интерфейс занят. И еще одна возможность. Конечно, ничто не мешает досрочно завершить бронирование и освободить переговорную комнату, если мы быстрее справились с своими задачами, или что-то поменялось, отменилось. Действительно, зачем занимать переговорную комнату просто так? Вот, собственно, белый крестик на красном фоне позволяет нам это сделать буквально тоже в два клика. Мы очень рекомендуем это делать. Помните о повышении эффективности работы своей компании, использовании переговорных комнат. Поэтому, если вас освобождает помещение, надо не забыть все-таки нажать на этот крестик. Автоматически это не произойдет. Никаких датчиков присутствия в помещении здесь программа не предусматривается. Соответственно, отмены нужно делать вручную. Даже в режиме «занято» мы также можем совершить удаленное бронирование с планшета какого-то другого помещения. Ну, то есть, соответственно, если мы видим, что переговорная комната, к которой мы подошли, которую изначально хотели забронировать, занята, мы можем посмотреть информацию по другим переговорным комнатам на этаже, в здании, ну и вообще во всем офисе, особенно если он большой. И нельзя быстро физически посмотреть, что может быть какое-то помещение рядом, свободное. Ну, можно вернуться к предыдущему слайду? Здесь Илья немножко вперед забежал. Я бы хотел обратить внимание на этот слайд. Этот слайд, в принципе, повторяет немножко уже то, что мы показывали раньше, удаленное бронирование, когда вы хотите данное помещение забронировать не на сейчас, не на это хок, а на какое-то будущее. Вы увидите, что в правой части данного слайда нет расписания календаря, а показывается расписание просто на текущий день. Это именно связано с тем, что в настройках личного кабинета глубина бронирования с планшета установлена всего один день, поэтому нет необходимости показывать календарь, но зато показывается полностью расписание на сегодняшний день, что тоже легко помогает ориентироваться в выборе времени бронирования. Спасибо. Также есть возможность перейти в полноэкранный режим использования, в том числе в режиме «Занято». То есть в этом случае через сам планшет нельзя произойти никаких действий, что-то отменить, перенести или совершить новое бронирование. То есть, как видите, на скриншоте нет никаких таких интерфейсов. Мы просто видим на полном экране информацию о текущем бронировании, что сейчас происходит, и расписание на дальнейший срок. Такой интерфейс очень полезен при расположении планшета перед какими-то конференц-залами, перед помещениями совета директоров, как вы видите здесь в расписании и так далее. Очень часто подобное, возможно, вы видите в каких-то конференц-залах, в гостиницах, когда невозможно ничего сделать, а просто написано, что сейчас здесь проходит какое-то событие. Соответственно, если событие на весь день, то и не будет других надписей в расписании на сегодняшний день. Также с планшета мы можем найти и получить информацию по свободным помещениям. В принципе, да, то, о чем уже начали рассказывать. Нам доступна информация по всему зданию, по конкретному этажу. Ну и, собственно, по каждому помещению мы можем выбрать то, что нам больше подходит. Мы, собственно, в календаре видим уже подробную информацию о любом помещении, которое есть в компании. Вот, собственно, на скриншоте вы можете посмотреть, как представлена информация. Здесь подразумевается, что в данном примере всего две переговорных комнаты в компании. Соответственно, открывая этот интерфейс с планшета в одной переговорной комнате, мы видим в расписании другой. Но если переговорных комнат в помещении больше, здесь, соответственно, будет список гораздо больше. Конечно, да, здесь вы видите, ну, по сути, да, одну строку. Большая переговорная комната, ну, конечно, там может быть и намного больше. Можно активировать кнопку просмотра только свободных помещений сейчас. Ну, опять же, это удобно для компании, где много переговорных комнат, чтобы не смотреть по каждой, не выбирать. Можно нажать на эту кнопку, и, соответственно, фильтр автоматически покажет вам только-только свободные в данный момент помещения. Ну, вот сверху слева под названием переговорной комнаты. Можно, опять же, совершить удаленное бронирование с планшета. Ну, опять же, стандартные опции 15, 30, 60 минут и запланировать события на какое-то конкретное время в будущем. Ну, вот как выглядит возможность бронирования с планшета. И тут обратите внимание, на правом скриншоте интересно, что при быстром бронировании, то есть буквально сейчас появляется удобрение о том, что перейдите в помещение, ну, и вообще не забудьте, раз вы забронировали, то, собственно, идите туда и выполните свои задачи, ради которых вы... Да, бронирование уже началось, надо не упускать время. И я хотел бы еще обратить внимание, что мы видим здесь в расписании этих помещений, что если по запланированной событию кликнуть, то раскроется более подробное описание этого бронирования. То есть можно посмотреть в расписании Z-интерфейса, что будет в будущем. Да, собственно, можно задать работу по пин-коду, чтобы внести какие-то изменения, изменить бронирование или отменить его. Человек мог только обладать четырехзначным пин-кодом, это, опять же, настраивается через web-интерфейс. Так что такие возможности тоже присутствуют. Ну, тут, наверное, особо как-то более глубоко про эту функцию рассказывать нечего. Но еще интересная дополнительная возможность отображения уровня заряда устройства. И не только уровня заряда, но и текущего статуса. Соответственно, заряжается ли в данный момент или не заряжается. Ну, что-то тоже может быть удобно и полезно. Но это, прежде всего, отображается на устройствах и на обычных бытовых планшетах. Если вы используете, например, iPad с этим приложением, то, соответственно, он будет показывать статус именно батареи в этом устройстве. Немаловажно сказать, что если вдруг планшет потеряет связь с интернетом, то здесь же вместо информации о заряде батареи или процессе заряда будет информация, что устройство находится в оффлайне. Да, все так. Наверное, раз закончили с одним большим разделом, можно отвлечься на вопросы в чате, я думаю, если вы не против. Адель спрашивает, если сравнивать данную систему бронирования с аналогами, какие преимущества у нее есть? Например, X-Tron Room Agent. Наверное, с X-Tron мы пока еще не сравнивали. В принципе, сравнивали с другими системами бронирования помещений. Я думаю, что, может быть, даже как-то отдельный вебинар проведем по какому-то сравнению, расскажу о разных системах, в том числе, которыми и наша компания занимается. Конечно, только Meeting Room App мы не будем ограничиваться и будем предлагать разные решения для разных задач. Я бы, наверное, хотел бы сейчас уже отметить, что действительно существует много различных систем бронирования, и в том числе наша компания предлагает разные системы бронирования, и они зачастую отличаются своим функционалом, своими возможностями. И здесь сложно сказать о преимуществах или недостатках. Мне кажется, всегда нужно подбирать систему бронирования под задачи или под бизнес-процессы, которые есть у заказчика. Какая ему система больше подходит и какая из систем лучше решает его задачи. Что касательно Meeting Room App, то мы считаем, что это наиболее простая система с очень приятным, простым, интуитивно понятным интерфейсом, который легко очень освоить и который приятно пользоваться. Возможно, у нее неполный функционал и какие-то сложные задачи она не сможет решить. Например, в том числе у нее нет возможности бронировать на данный момент, нет возможности бронирования рабочих мест. Она позволяет только бронировать переговорные комнаты. Но, тем не менее, если функционала достаточно заказчику, заказчику, то заказчик выбирает ее с удовольствием. Именно благодаря ее простоте, легкости в развертывании и использовании этого сервиса, этой платформы. Ну и сразу хотел бы заметить, что на данный момент разработчик, в том числе уже в бета-версии, тестирует систему бронирования рабочих мест. И я думаю, что в ближайшее время мы расскажем и сделаем анонсы об этих улучшениях. Поэтому следите за этим анонсом, будет рассказы, будут информация. Ну и также следите за нашими анонсами. Я думаю, что уже, наверное, в следующем году мы расскажем о других наших системах бронирования, которые предлагает наша компания. Да, обязательно. Ну, тут, наверное, можно, да, уже перейти к следующему разделу. Не такому обширному и объемному, не пугайтесь. Сейчас немножко подробнее поговорим про конференц-сервисы. Здесь вы видите, опять же, как настраиваются конференц-сервисы в веб-интерфейсе. Поэтому, повторюсь, опять же, скажу, на английском языке. По умолчанию мы видим IT-суппорт, кейтеринг-клининг, то есть IT-поддержка, ну, собственно, кейтеринга-уборка. Окно для ввода e-mail-адреса, куда будет приходить уведомление о том, что нужна помощь. Возможность добавить еще какой-то сервис. И текст, которым этот запрос будет называться. То есть текст сообщений, который будет получать адресат этого сообщения. Да. Ну, наверное, да, более наглядно будет уже видно именно в пользовательском интерфейсе, как это будет выглядеть. То есть уборка, кейтеринга и IT-поддержка, они существуют по умолчанию. И, соответственно, их поменять нельзя, но можно поменять перевод этих слов на русский язык. То есть на экране все будет отображаться корректно по-русски. Именно слова уборка, кейтеринга и... Не то, что поменять, система их автоматически перевод на русский язык или на тот язык, который вы выберете. Не забыть, да, выбрать русский язык. Важно, что эти сервисы появляются в интерфейсе только в том случае, если вы заполните e-mail. Если вы e-mail в личном кабинете данных сервисов не заполните, то они здесь отображаться не будут. Да. И, конечно, нам ничто не мешает уже добавить собственные запросы в зависимости от задач компании. Но вот как на примере на экране, вода, кофе или чай, понятно, что там может быть написано все, что угодно другое, в зависимости от того, какие вопросы часто возникают у работников, у посетителей конкретного помещения. Я бы хотел добавить еще, что количество запросов здесь также не ограничивается. Здесь вы видите на экране их шесть, потому что шесть запросов помещаются на одну страницу. Если же вы создадите запросов больше шести, то уже там седьмой и последующий будут на следующей странице. И нужно просто делать слайд, как бы сдвинуть эту страницу, прийти к другой, и тогда вы сможете выбрать другие запросы. Да, но при этом ограничивается частота запросов. IT-поддержку можно запросить раз в 30 минут, уборку раз в 10 минут и все другие запросы, в том числе кейтеринг, и все, которые, собственно, мы сами прописали, раз в 5 минут. Ну, то есть каждые 5-10 секунд отправить e-mail и запрос о помощи не получится. Ну, может, кому-то кажется, что это не совсем корректно, но в том числе уже по запросу пользователей обсуждаем это с вендором, и вендор обещал подумать о том, чтобы сделать эту опцию настраиваемой в личном кабинете, чтобы можно время частота запросов было менять у себя в личном кабинете. Но пока это фиксировано. Еще один раздел, также небольшой, но важный преимущество использования Meeting Chrome App вместе с планшетными компьютерами от Cubic, которыми также занимается наша компания, хотим про это чуть поподробнее поговорить. Во-первых, конечно, рекомендую вам посмотреть запись вебинара на нашем YouTube-канале, где, собственно, Михаил Афимович подробно рассказывает, собственно, про ПК-Кьюбик, что это такое и какие преимущества они дают. Но что конкретно дает нам, так сказать, синергия двух решений использования Meeting Chrome вместе с Cubic. Может быть, вам здесь передам слово на этом слайде? Ну, в принципе, этот слайд из презентации предыдущего вебинара, но можно повторить отсутствие батареек, что влияет на меньшее, уменьшает, увеличивает отказоустойчивость, уменьшит вероятность выхода из строя устройства, потому что даже из-за того, что устройство питается из сети, но в случае выхода батареек из строя это может повлиять на рабочую цену всего устройства. Это поддержка питания от ПОЭ, соответственно, очень удобная и современная система, которая позволяет сразу по одному кабелю подать как и питание, так и передачу данных. Работа по проводной локальной сети, соответственно. Возможность использования AirFit-карт для авторизации за счет встроенного считывателя. Ну, здесь мы, наверное, не рассказываем с Ильей о том, что в Meeting Room Up есть такая возможность использовать карты. В том числе, ну, делаем такое, опять же, лирическое выступление. Это пока еще в процессе разработки, и пока пользование этой системой не очень удобно, но теоретически возможно. Если вы поднесете карту у планшета к юбик-считывателю, то система Meeting Room Up при первом обращении попросит заполнить данные, чья это карта, и при следующем обращении достаточно будет только приложить карту, и она будет сразу же делать бронирование от имени этого пользователя и добавлять участников, тоже распознавать их и добавлять их в бронирование участников по этой карточке. Да, в эпоху пандемии, наверное, тоже очень удобно, когда люди боятся лишний раз к чему-то прикоснуться. Да, меньше контакта. Ну, единственное, что это очень неудобно, пока не совсем удобно на данный момент пока в реализации, в том плане, что нет единого списка этих зарегистрированных устройств. То есть если у вас несколько переговорных комнат и несколько планшетов, то, соответственно, карточкой придется прописывать индивидуально отдельно к каждому планшету. И если сотрудник уволился или потерял карту, пока нет возможности, к сожалению, удалить данную карту из системы. Но это программа испечения, программа испечения быстро дорабатывается, модернизируется, поэтому сейчас вендор над этим работает, и в ближайшее время будет более полноценная реализация данной системы с возможностью иметь базу данных этих карт и редактирование этого списка уже в личном кабинете в своей системе. Далее автоматический запуск необходимого контента или проложения при включенном ПК. То есть компьютер Кюбик настраивается так, что у вас будет автоматически запускаться, не надо выбирать, а медик группа будет автоматически запускаться при включении этого компьютера. Не надо искать среди всех иконок, где же нужная нам иконка, и запускать именно ее. Полный экранный режим без возможности переключиться на другое приложение, чтобы обеспечивать гарантийную работу в нужном сценарии. LED-индикаторы для цветовой индикации статуса. Не только экран светится, нужно светить зеленый, оранжевый или красный, но также и LED-индикаторы, например, с трех сторон они светятся, и, соответственно, статус помещения можно увидеть издалека. Есть подключение аксессуаров к компорту различных, например, как датчиков присутствия. Есть переход по указанному таймауту в нужный режим, например, режим показа рекламных роликов. Это режим, так называемый, киоск. То есть если у вас не используется в данный момент приложение, то можно показывать на компьютерах Кьюбик какие-то рекламные ролики, которые вы заранее загрузили в планшет. И это работает как режим скринсейвера. Когда вы дотронулись до экрана планшета, он автоматически переключается в режим показа основного приложения. Повышена безопасность системы, потому что операционная система – это нестандартная Android, а доработанная специальная система, более безопасная и отказоустойчивая. В случае отключения электричества или сбоя, система вернется в последнее рабочее состояние, что немаловажно. Это возможность дистанционного управления, настройки, контроля состояния большого количества устройств. У компьютеров Кьюбик есть веб-сервис «Remote Configuration Center», который позволяет конфигурировать удаленно большое количество устройств, находящихся в одной локальной сети, позволяет просматривать их статус, сделать скриншот их состояние, изменять их настройки и так далее. Нет необходимости обновлять операционную систему, поддерживать совместимость приложений, потому что установленная операционная система не требует обновлений, она единая, и не надо заботиться о том, что если у вас вдруг обновилась операционная система, то приложение перестанет работать с ним. Увеличенный ресурс непрерыва работы, долговечность. Компьютеры Кьюбик соответствуют коммерческой версии или промышленной версии исполнения, соответственно, что повышает их ресурс работоспособности, долговечности и отказоустойчивости. Наличие креплений в комплекте для монтажа как на стену, так и на стекло. Стандартное крепление веса, что позволяет эти панельные компьютеры установить в любое место, даже если вам не подходят крепления, которые идут в комплект, можно использовать, купить отдельное крепление веса 70 на 70 и с помощью него закрепить в нужном вам месте этот планшет. Также, что немаловажно, это работа по расписанию. Можно настроить для компьютеров Кьюбик перезагрузку по расписанию. Вы знаете, что все-таки это компьютер, и любой компьютер со временем накапливает ошибки, и для более нормальной работы устойчивая рекомендуется периодически перегружать компьютер. Здесь можно настроить перезагрузку по расписанию. Можно настроить возможность полного выключения компьютера в нерабочее время. Соответственно, он может, например, включаться в 8 часов утра, в 19 часов вечера выключаться, в выходные не работать и только опять в понедельник в 8 часов утра опять включиться. И при этой настройке можно отдельно управлять LED-индикаторами, которые, например, при выключении основного части железа компьютера LED-индикаторы останутся работать, и, возможно, они будут помогать охранникам, например, в темное время подсвечивать коридоры, и видно что-то, хоть что-то можно будет в темноте увидеть охранник, например, так. Вот основные преимущества использования компьютеров Qubik, поэтому мы приглашаем вас использовать их в комплекте вместе с Meeting.ru map. Да, ну, в любом случае, раз повторюсь, посмотрите вебинар, посвященный именно бренду Qubik, там тоже интересно. Ну, а мы пока расскажем про еще одну важную функцию Meeting.ru map, а конкретно сервис Wayfinder. Ну, так можно перевести на русский язык достаточно вольно, как поиск пути, но мы в нашем внутреннем общении, по сути, так и называем его Wayfinder, такой достаточно устоявшийся термин. Он может быть реализован в двух вариантах. Во-первых, это так называемый flightboard, то есть указатель направлений. Вот реально существовавший flightboard с выставки Integrate System Russia, с нашего стенда, где, соответственно, по изображению на большом экране можно было понять, в какой стороне находится какая рабочая зона и где, соответственно, какую часть стенда можно найти. Здесь, на этом скриншоте, вы видите состояние, когда все помещения свободны, в них ничего не происходит. Ну, вот на другом примере flightboard, может быть, будет более наглядно в плане того, что вы видите, какие помещения в данный момент заняты, какие свободны, где что происходит и где что запланировано в ближайшем будущем. То есть, что тоже достаточно удобно и полезно для ориентирования в пространстве, ну, и, может быть, как составление каких-то своих планов. Ну, flightboard обычно такие вешают где-то на ресепшене, на большом экране, когда приходит человек, какой-то, то ли сотрудник, то ли посетитель, он может найти, где находится нужный переговорный пункт, в какое направление идти ему. То есть, это очень удобно. Да, может быть, в гостиницах, в каких-то конференц-залах тоже, когда проходит много событий в разных каких-то помещениях, ну, да, действительно, может быть, удобно и полезно. Ну, и другой вариант отображения – таймлайн. Здесь уже без указания направления, но можно удобно сразу по всем помещениям посмотреть, собственно, их нагруженность и какие события, когда там будут проходить, ну, и в том числе, какие события будут проходить одновременно. Про лицензирование Wayfinder чуть попозже, конечно, скажем отдельно. Не переживайте, тут, я думаю, такой вопрос, конечно, у вас возникнет, а про это, естественно, не забудем. Я единственное бы добавил про Wayfinder, что Wayfinder – это URL, это веб-сервис, это адрес URL, который вы получаете в личном кабинете, открываете его в любом браузере и на каком угодно количестве устройств. Да, это, конечно, так. Но сейчас сначала еще расскажем вам несколько слов про отчеты. Возможности анализа статистики, которые позволяют повышать эффективность работы. Ну, вот опять же, по информации в открытых источниках, которые мы нашли в интернете, использование современных систем бронирования и правильный, грамотный анализ статистики позволяет компаниям экономить в среднем одну шестую часть своих переговорных комнат. Что, может быть, даже особо актуально для компаний, которые арендуют переговорные комнаты или имеют возможность уменьшить свое помещение, или рассуждают о том, что они переехать ли нам в более крупное помещение. Но даже если здание какое-то собственное, и уже количество переговорных комнат есть, всегда есть возможность их как-то переделать, может быть, переобустроить какие-то другие задачи, после того, как мы поймем, что и меньшего количества конференц-залов или переговорных комнат хватает под все наши потребности, если более грамотно, более эффективно их использовать. На картинках можете видеть пример таких отчетов. Ну, вот, я думаю, здесь более-более крупно и более наглядно можете изучить, посмотреть. Мы, соответственно, получаем информацию по заданному периоду, по заданному помещению или группе помещений, по конкретным дням можно получить информацию о загруженности. В базовом варианте обычно анализируются рабочие дни, можно посмотреть и другие сочетания, и по конкретным временным промежуткам, опять же, в первую очередь, интересно посмотреть в период стандартного рабочего времени компании. Мы получаем информацию по всем бронированиям, которые происходили, по подтвержденным и неподтвержденным бронированиям, и, соответственно, можем эту статистику проанализировать. Ну, наверное, про отчеты в целом рассказали. Вот, возможно, самый интересный раздел, который часто вызывает большинство вопросов, цены и особенностей лицензирования продукта. Как в самом начале мы рассказывали, Meeting Room App поставляется в двух базовых вариантах, как облачный сервис и как решение на собственном сервере. Как лицензируется облачный сервис Meeting Room App Cloud? Как уже говорил Михаил Фимович, одно устройство – это одна лицензия, то есть под каждый планшет, под каждое помещение необходимо использовать и докупить еще одну лицензию Meeting Room App. Не требуется в этом случае никакой серверной лицензии. Wayfinder, о котором мы недавно говорили, в этом случае также занимает одну лицензию, но при этом по данной веб-ссылке можно вывести его на любое количество экранов, на любое количество устройств, что в этом плане очень удобно. Ничто также не мешает заказчику получить на 10-дневный срок тестовую лицензию бесплатно в количестве трех штук. Если для теста требуется больше, можно сразу докупить, например. Ну и говоря, собственно, о цене, рекомендована розничная цена на одну лицензию в американских долларах уже с НДС 20% на один год 320 долларов. Я хотел бы еще добавить и обратить ваше внимание, что лицензии именно на одно устройство, а не на одно помещение. Потому что бывают случаи, например, как у нас, например, в офисе, у нас есть переговорная комната с двумя входами, и если есть желание повесить на каждый вход по планшету, то, соответственно, для этого понадобятся две лицензии, которые будут обеспечить работу этих планшетов, но на одно помещение. И также мы очень рекомендуем ставить один из планшетов внутри помещения, потому что заказ, например, чай, кофе или там IT-поддержки не очень удобно делать, выходя из помещения и нажимать кнопочки перед входом в помещение, в переговорную комнату. Также и продление бронирования, например, да. Если вы хотите продлить бронирование, то, опять же, чтобы не выходить из помещения, лучше иметь планшет на столе и сделать это продление бронирования. В том числе, если вы видите, что продление бронирования вам невозможно сейчас, времени до следующего события достаточного нет, вы можете, опять же, если у вас есть планшет в помещении, вы можете в помещении найти свободное другое, другую переговорную комнату и здесь же запланировать ее, не надо выходить опять ко входу и делать эти действия. Поэтому для удобства мы рекомендуем, конечно, использовать еще один планшет и внутри помещения. И, опять же, возвращаясь к компьютерам, к панельным компьютерам Кьюбик, надо сказать, что у них есть в аксессуарах подставка настольная, и очень удобно и красиво смотрится стильно этот планшет на столе на этой подставке. Да, и теперь давайте сравним с ценами на серверное решение и посмотрим, что у нас здесь получится. При использовании сервиса по модели on-premise необходима покупка одной серверной лицензии, в любом случае от этого никуда не уйти. Соответственно, мы платим за бессрочную серверную лицензию, за бессрочную лицензию на каждое устройство, но начиная со второго года владения, необходима покупка лицензии maintenance на получение обновлений, поддержки для существующего решения. То есть от этого тоже никуда не уйти, но если посмотреть, посчитать, рассчитать, при долгосрочном планировании, при долгом владении и долгой жизни проекта, получается, это более выгодно для заказчиков, если один раз заплатить немного больше за бессрочные лицензии, и потом каждый год уже покупать maintenance, которые стоят дешевле, чем ежегодные лицензии cloud. Но это, конечно, не единственное преимущество использования продукта по модели on-premise. Есть также расширенные возможности кастомизации, например, при именно такой модели использования. Говоря о ценах, бессрочная серверная лицензия стоит 2743 доллара уже с МДС, бессрочные лицензии на устройство – 719 долларов, и ежегодный платеж maintenance со второго года составит 412 долларов на сервер и по 108 долларов США для каждого устройства. Конечно, какую модель выбирать – облачную или on-premise – это всегда заказчик выбирает самостоятельно. У каждого решения есть свои плюсы и свои минусы, поэтому надо действовать, конечно, гибко и прежде всего выбирать в соответствии с тем, какие потребности, какие задачи есть у заказчика, если у него персонал для обслуживания этих устройств и так далее. Приложение само по себе бесплатное. Оно есть как в App Store, так и в Google Play. Доступно в открытом доступе. Единственное, что, насколько я понимаю, вы его не найдете с айфона, потому что приложение доступно именно для айпэдов. Так что не пугайтесь и не удивляйтесь, если вы его не увидите. В Google Play вы можете найти его даже с обычного смартфона, просто со смартфона нельзя будет его корректно использовать. Приложение заточено именно для использования на планшетах. Опять же, ты правильно сказал, что это условное бесплатное приложение, то есть установить его на свои планшеты без проблем можете, но, конечно, для того, чтобы им пользоваться, нужно все равно купить лицензию. И хотел бы еще опять вернуться к компьютерам Кьюбик. В компьютерах Кьюбик нет Google Play. И для того, чтобы установить там это приложение, необходимо использовать АПК-файл. АПК-файл мы можем вам предоставить. Но, кроме того, после регистрации на сайте Meeting Room Up в своем личном кабинете вы также увидите ссылку, которая позволит вам скачать АПК-файл для компьютеров Кьюбик. Все так. Мы, наверное, закончили с смысловой частью нашей презентации. В завершение такое позитивное хочется показать несколько примеров того, как это может выглядеть. Это картинки от производителя. Поэтому, собственно, здесь не удивляйтесь чешским буквам. Несколько просто красивых слайдов про то, как может быть организовано бронирование помещений в разных случаях. Вот, например, так. Или так. Вот здесь, кстати, да, мне этот цвет кажется даже еще более желтым, чем в предыдущих. Мне еще более оранжевым. Вот, собственно, пример того, как может выглядеть Wayfinder на стене. И уже в самое-самое заключение хотим пригласить вас в демонстрационный зал компании Epimatico, собственно, в котором сейчас мы проводим этот вебинар. Это первый и единственный в России демонстрационный зал решения E-Link ITC. Но также здесь в самое ближайшее время появится возможность оценить в работе решения от Cubic и Meeting Room App в том числе. Так что приглашаем увидеть действия современной решения для переговорных комнат и не только, а также и других продуктов. Осуществляется демонстрация по предварительной записи. Сервис работает, demo.ipimatico.ru, поэтому заходите, регистрируйтесь и приходите к нам в гости. Обязательно в масках и перчатках. На этом, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, с радостью ответим. Готовы посмотреть ваши комментарии в чате. Спасибо, что посмотрели наш вебинар. Отдельное спасибо тем, кто смотрит нас в записи на YouTube. Пишите также комментарии, мы их обязательно читаем. И вам тоже спасибо. Сходу каких-то вопросов не возникает. Мы, наверное, попрощаемся, отключимся. За чатом еще несколько минут последим на всякий случай. Если у вас в догонку какие-то вопросы появятся, можете также написать или пишите на почту, указанную на экране. Всем спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»